Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. В сегодняшнем видео у нас опять речь пойдет про нагрузку на виноградный куст. И мы с вами поговорим о том, как же определить эту нагрузку, как понять, что куст перегружен или недогружен и что при этом делать. Возьмем за пример уже знакомый вам куст. Показывала я на нем весеннюю проломку. Это у нас кишмир запорожский. И вот на его примере я все вам покажу. Кусту этому четвертый год. Недавно прошли обильные дожди, то есть хватает влаги. Две недели назад мы произвели подкормку, поэтому кусту должно хватать всего. Сейчас он готовится к цветению, еще пока что не цветет. Но вот обратите внимание, мы тут оставляли, по-моему, 7 или 8 побегов на кусте. Обратите внимание, есть большой побег, вот он длинный, сколько тут, почти метр длинной. А рядом, вот они, совершенно маленькие побежики. Да, они с гроздями. Ну вот их длина, сколько тут, сантиметров 50. Это раз. А второе, смотрите, самый важный момент. Вот у этого мощного побега голова закрученная. А вот у этих малышей, все, головы распрямились. Как только на побегах распрямляются головы, это говорит о том, что все, побег остановил свой рост, питания ему не хватает. И если бы у нас уже здесь были большие грозди, ягоды, ну это было бы допустимо. Ну посмотрите, еще вот этот куст в бутонах, а уже головы распрямились. Что с этим делать? Ну первое, что мы делаем, это убираем грозди. То есть куст перегружен, сами побеги пока не убираем. Помним их тут в районе 8. Мы оставляем побеги для того, чтобы они помогали кормиться другим побегам, у которых большие хорошие грозди. И вот на этих слабеньких побегах, вот гроздочку я просто убираю. Одну и вторую. То есть убираем все. Как бы вам не было жалко, всегда это жалко делать. Потому что вы видите, вот оно зацветает, оно выпустило грозди, хотим урожай. Но поймите, что лучше сделать это сейчас и разгрузить куст, потому что иначе вы все равно ничего не получите. И там будут ягоды слабые и на более крепких побегах будут слабые, мелкие. Не насилуются растения, лучше дайте ему отдохнуть и оно вас отблагодарит. Вот смотрите, еще покажу. Тоже короткий побег, здесь даже точка роста слабо прослеживается, вот маленькая. А гроздь, гроздь очень большая. Вот этот побег он не выкормит. Конечно, если бы у нас был такой один побег на кусте, а все остальные были вот такие, как я вам там показала, большие. Теоретически можно было бы оставить. Но этот побег он просто не выкормит, хотя бы чтобы он сам рос, поэтому тоже эту гроздь мы убираем. Вот сейчас таким образом мы немножко куст разгрузили и будем наблюдать дальше, что будет. То есть, по идее, вот пусть после такой операции мы должны заметить, что вот эти побеги, пусть они будут не так мощно расти, вот как тот, что я вам показала, но хотя бы рост их усилится. И они обретут какую-то силу. Если по каким-то причинам это не произойдет, но опять же, куста может сил не хватать, ну, ввиду того, что он молодой, ну, причин может быть много-много. Тогда уже будем убирать эти побеги, ну, если до этого дойдет, то обязательно в следующем видео я вам, опять же, покажу результаты, покажу, что происходит и как что делать дальше. Ну, а на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будут мои контакты по поводу приобретения черенков и саженцев. Пожалуйста, обращайтесь. И до новых встреч. Пока.